И сейчас, помимо того, что, конечно, все будут анализировать, почему это произошло, как так могло случиться, ну хорошо, ружье у этого молодого человека Владислава Рослякова было, и он убил 21 человека, и 40 человек ранено, ну, взрывное устройство, где он это все взял. Но все-таки главный вопрос, что делать с этим дальше, потому что такого рода нападения, такого рода террористические акты, они довольно часто случаются в современном мире, в первую очередь в США, называются они масс-шутинги, и в первый раз у нас случился этот масс-шутинг в таком большом и ужасающем масштабе, с десятками погибших, и мы, как и весь остальной мир, который раньше с этим столкнулся, сейчас пытаемся понять, что же с этим делать. Вот если вы посмотрите на эту картинку сейчас, то увидите, что большая часть такого рода шутингов, они происходят в США, страна богатая, страна развитая, страна, которая, естественно, очень сильно зависит от общественного мнения, от политиков, и они годами пытаются разобраться, что с этим делать. В общем-то говоря, пока ответа не нашли, в России сейчас идет, ну, довольно характерного вида дискуссии, естественно, все говорят, там нужно все запретить. Госдума, естественно, ужесточила продажи оружия, но это не работает, бессмысленно ограничивать продажи оружия, вот в США довольно либеральные правила продажи оружия в России, они совсем не либеральные, здесь вы не сможете купить легально пистолет, здесь вам крайне сложно купить нарезное оружие, такой молодой человек, как, собственно говоря, этот убийца, не мог купить нарезное оружие, в принципе, вы с ума садите. Вот у меня было два ружья, мой личный опыт. Потом, когда меня первый раз посадили на 15 суток, мне пришло уведомление, значит, Навальный, вы лишены права на хранение оружия, и я продал эти ружья своей жене, которая пошла и получила лицензию. Они лежали в сейфе дома. Потом ей начали приходить уже какие-то письма из Росгвардии уже, привет нашему Золотову, что вы должны там что-то перерегистрировать, какая-то дикая, дичайшая система, от которой просто воют обычные охотники по всей стране, обычные пользователи оружия, потому что их с этим ружьем заставляют там, ну, регулярно таскаться в милицию, зачем-то это несчастное ружье регистрировать, перерегистрировать. У нас и так очень сложные правила владения оружием, но желающий, тем не менее, вполне его мог купить. А самое главное, давайте мы сейчас с вами вспомним, какие были самые значимые шутинги в России за последнее время. И вам на голову придет майор Евсюков. Помните? Начальник ОВД Царицына. Майор полиции, который из своего табельного оружия пришел в универсам остров, по-моему, или островок он назывался, и убил несколько человек. Второй масс-шутинг давайте вспомним. Ну, кто вспомнил? Аудитория. Кто вспомнит, когда гражданин России еще участвовал совсем недавно в ужасающем преступлении, связанной с такой массовой и бессмысленной стрельбой? Не на территорию России, но российский гражданин, в Гюмри. Когда в Армении рядовой срочной службы пошел и застрелил несколько человек, там, шестимесячного ребенка убил. И, как видите, ни контроль интернета, ни ужесточение правил продажи, ни смертная казнь имени Владимира Соловьева, никакие меры не остановили бы ни одного из вот этих вот двух человек. И, очевидно, они не остановили бы вот этого молодого человека. Поэтому, скорее всего, нам нужно прекратить обсуждать какие-то простые способы решения их проблемы. Их не существует.